Два дома по улице Крановой, первый и третий Головная боль местного Дука То канализацию жители засорят, то мусор подожгут Большая часть семей, проживающих в этих домах, стоит на контроле у участкового как неблагополучной Причина не нова, пьют Другие жители этого же двора, у которых проблем с алкоголем нет, жалуются, устали жить как на пороховой бочке Тут больше половины жителей, мне кажется Вот из этих двух домов, да вообще и по Крановой здесь То есть неблагополучный такой райончик Вот, а пожар вот в этом доме что-то был, вон там, горели, окна заколочены У нас-то не сглазить не было еще пока Основная причина пожара в квартирах подобных семей – курение в нетрезвом виде После рюмки другой люди засыпают сигаретами в руках Другое дело – электрические плитки и обогреватели Без них не обойтись, газ к этим домам не подведен и из щелей зимой дует Только вот выключать электроприборы после застолья жители иногда забывают Во время проведения рейда инспекторов МЧС вместе с журналистами в неблагополучных семьях встречают спокойно И под инструкцией подписаться не против Держите инструкцию о пожарной безопасности, читайте ее и не забывайте требования правил пожарной безопасности Инструкция по пожарной безопасности, в принципе, которую я сам тоже по сути делал, знаю и соблюдаю Сотрудники МЧС, правда, думают иначе Подобные рейды они проводят ежеквартально, но соблюдают их инструктаж граждане крайне редко Они никогда не против, они говорят, что они все знают, расписываются, берут инструкции Но продолжают, многие из них продолжают злоупотреблять спиртными напитками и вести такой же образ жизни Несмотря на наши примеры, на наши инструкции Но не проводить такой работы нельзя В следующий подобный рейд по квартирам неблагополучных семей сотрудники пожарного надзора отправятся летом Алексей Александров, Михаил Гордников, Объективно, ННТВ